Ну что же, всем привет дорогие друзья, с вами Аромой сегодня мы продолжим играть в группу названий Minecraft RC 1.7.10 И как вы помните, в прошлой серии мы остановились на том, что сделали себе некоторые изменения в нашем обычном изучении Дело в том, что мы наконец-то заменили нашу чернильницу с пером бесконечно чернильницей Она во-первых выглядит покруче, но и во-вторых, как я уже сказал, она тупо бесконечная Мы можем что-то изучать, создавать, а прочность не будет появляться И это плюс, потому что на самом-то деле было потрачено уже очень много чернильных мешков Уже было потрачено очень много времени на перезарядку чернильницы И на этот раз мне не надо будет тратить на это время Но помимо этого мы еще и заменили наш алмазный меч Дело в том, что мы скрафтили себе хамелеоновый меч Мы его скрафтили в прошлой части, но я его пока еще не начал улучшать Сегодня мы как раз-таки может быть даже этим займемся Короче, хамелеоновый меч, как уже можно понять, это меч, который может меняться Этот меч впитывает в себя свойства других мечей Таким образом он может быть неломаемым Он может быть таким, что будет всех и вся убивать с одного удара Может быть просто самовосстанавливающимся И это, по-моему, круто, потому что у нас один меч заменяет просто многие И я, конечно же, еще не изучил все-все свойства меча Но я думаю, если мы просто зачаруем на все-все, этот меч будет самым лучшим И если вы смотрели концовку прошлой части, то вы, наверное, помните то, что я сказал То, что в начале этой серии или просто в этой серии сделаю себе зачарование гнев И, в общем-то, забытое знание среднее Это раз, ну, первая причина, почему я создаю это зачарование гнев Ну, а вторая причина, это то, что зачарование гнев лучше остроты Конец И прямо сейчас мы будем это все создавать То есть я, как обычно, это все буду создавать в паузе Мы берем быстренько листики И увидимся через раз, два, три Изначально я подумал, что будет сложно Но, как вы видите, это пипец как просто Ну, серьезно, когда я вижу Иру, мне всегда кажется, что будет очень сложно Но потом оказывается то, что Ира это Игнис И все, что там связано, это тоже Игнис Короче, все было очень просто И, в общем-то, вы сами все видели Окей, у нас получилось открытие зачарования гнев, забытое знание И research completed И перед тем, как я посмотрю, что это такое Я хочу посмотреть на свое искажение Охренеть, вы только взгляните на психический детектор Мы уже просто практически взяли и полностью заполнили себе искажение Вот прям капелюсечка осталась, малюсенькая Так, знаете, 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 я хочу сейчас еще что-нибудь изучить Что связано с искажением Вот, например, адский стержень У вас уже есть записка, я ее только что сделал И прямо сейчас я начинаю создавать Вот просто я хочу полностью повысить себе искажение Раз, два, три Теперь я с полной уверенностью могу сказать То, что апокрифы это реально легкие изучения Потому что здесь всегда нужен Лакс и Игнис Ну серьезно, тут все связано с этим долбаным огнем Потому что апокрифы это и есть Нижний мир Так, ладно, адский стержень И пожалуйста, я тебя умоляю Искажение повыси сейчас на максимум Окей Раз, два, три Ооо, господи Да, да, мы полностью повысили себе искажение Так, подождите, это что, получается я могу теперь культ прочитать? Или я все-таки не полностью повысил себе искажение Ладно, в любом случае смотрим Ииии, нет, я все еще не могу прочитать На самом деле, мне еще кое-что должно тут написать Ну то есть не написать, а показать Когда я на психический детектор смотрю Вы видите мозг, да? И этот мозг должен быть вроде как искажен То есть картинка немного поменяться Следовательно, мне нужно еще больше искажения Больше искажения Блин, ну в принципе единственное, что я вижу здесь с искажением Это вот это вот зараженное дерево И окей, давайте так и быть быстренько изучим И уже наконец-таки посмотрим, что за зачарование гнев Увидимся через раз Два Пятьдесят Ох, ема, на самом деле вот это было очень сложно Прям пипец Я думал то, что я как бы сейчас быстренько возьму Соединю там что-нибудь Но нет Как видите, здесь мне пришлось использовать Очень много всяких разных аспектов И зараженное дерево получаем Отлично, снова мы повысили себе искажения И как видите, мозг все еще не поменялся Но я думаю то, что в скором времени он должен поменяться Тут хоть ничего и не понятно Но мы-то знаем то, что мы просто можем себе создать Зараженный саплинг И посадить его где-нибудь в невзараженном биоме То есть, например, посадить зараженное дерево прямо вот где-нибудь здесь И потом здесь будет появляться какой-нибудь зараженный биом Этого мы делать ясен, пень не будем Если мы это и будем делать, то, наверное, улетев куда-нибудь вот сюда Далеко-далеко, чтобы зараженный биом, если и начал создаваться То, чтобы далеко от меня Или хотя бы где-нибудь вот на другом острове Потому что через воду заражение вроде как точно не проходит Так, ладно, пришла пора посмотреть, что это за зачарование гнев Когда каждая проблема гвоздь Все, что вам нужно, это большой молот Ооо, алмазный меч, это изи Чтоооо, нихрена себе 80 иры 80 иры, вы серьезно? Ах, вам нужно больше чрезмерного жестокого оружия для убийства существ Зачарование? Хорошее начало Только так можно заточить меч, прежде чем он начнет превращаться в жидкость Ваш меч просто убивает недостаточно эффективно Чтобы исправить это, вы создали специальное зачарование Которое внедряет еще больше силы и смерти в ваш меч Зачарование гнев увеличивает наступительную силу меча Оно также совместимо с зачарованием острота, бич членостоногих и небесная кара Окей, то есть мы можем сделать остроту, я так понимаю, 10 Ну, то есть, если образно говоря Острота 5, плюс еще и гнев 5 И в итоге наш меч бьет не по 13 урона, а по 20 Это круто! Но не круто, как вы понимаете, все это дело создавать То есть, целых 80 иры Давайте посчитаем, это же около 40 динамита То есть, я не помню, сколько иры в динамите Но, по-моему, 2 Получается, нам нужно целых 40 динамита На самом деле, я заметил то, что динамит здесь в апокрифах дико понадобится Поэтому, вот что я сегодня собираюсь сделать Я собираюсь сделать себе огромное количество спавнеров-криперов И для этого, прямо сейчас, что мы делаем? Нет, мы не идем убивать криперов Мы не идем брать порох Для начала, мы берем много дуба Я думаю, что пока что 29 будет достаточно Это почти 2 стака дубовых досок И идем к скелетам-иссушителям Дело в том, что я сейчас здесь собираюсь сделать ответвление И здесь у меня, как раз таки, будут эти долбанные криперы Но, как вы понимаете, криперы, они взрываются Они просто, ну реально, они взрываются, как только тебя видят Поэтому, надо сделать так, чтобы здесь было какое-то стекло И пока я бью скелетов-иссушителей, они не трогали меня Ну, то есть, не взрывались Поэтому, я просто сделаю какую-нибудь отдельную комнатку И, в принципе, все, что вы и так можете увидеть Вы увидите через 1, 2, 3 Капец, вы только взгляните Пока я это все строил, здесь заспавнилось Огромное количество скелетов-иссушителей Я реально в шоке, как же они быстро спавнятся Подождите, там что, череп выпал? Ой, да ладно, нихрена себе С первого скелета сразу же череп выпал Нормальненько так, у меня получается их уже 2 И если я найду еще один Мы сможем убить-иссушители Ладно, давайте посмотрим, что же я все-таки создал Я сделал себе вот такой подъем небольшой Далее здесь сделал небольшое окошечко, чтобы убивать криперов Здесь я сделал стенку, чтобы, если что, прятаться, чтобы они не взорвались И также здесь будут стоять эти гребаные спавнеры А пока здесь также нужно добавить немного факелов Потому что если тут заспавнится какой-то крипер Это будет, как вы понимаете, неприятно Но еще я должен, наверное, сделать здесь дверь Потому что криперы это не скелеты-иссушители Они могут пробраться в 2 на 2 блока Точнее 2 на 1 И поэтому дверь нужно создать Поставим ее как-нибудь вот так вот И, в принципе, нормально Осталось только разместить этих гребаных криперов Я размещу, наверное, всего лишь 3 спавнера Потому что, в принципе, порох выпадает часто Это вам не головы скелетов-иссушителей Поэтому много спавнеров не понадобится И весь плюс заключается в том, что эти спавнеры у меня уже есть Вот они! Целых 3 спавнера То есть мне даже не придется тратить железа, которого у меня и так уже мало И что же мы прямо сейчас делаем? Мы просто в Notten of Item сводим крипер И видим то, что здесь есть разные криперы Охренеть, чуваки, смотрите Мы можем сделать так, чтобы у нас постоянно спавнился заряженный крипер А можем сделать так, чтобы всегда наездники Подождите, вы когда-нибудь видели наездника крипера? Я тоже никогда не видел What the fuck? То есть у нас всегда будет спавниться крипер-жаки И мы будем в таком небольшом плюсе У нас, во-первых, будет куча нитей Глаз пауков И самое главное порох Но, как вы понимаете, я все равно этого делать не буду Потому что у меня очень маленькое пространство И для пауков там тупо не будет места Да и мало ли они заберутся как-нибудь на крышу И будут меня потом бить, если я просто выйду из этого помещения Мне это нахрен не сдалось Кстати, когда я начал говорить о крыше Мне сразу вспомнилось то, что здесь нету освещения Поэтому добавлю-ка я сюда где-то 6 факелов Вот таким вот образом И я думаю нормально Итак, крипер, каким образом ты крафтишься? Оооо, как много пороха Чтооо? Сразу 4 крипера получаем? Нифига себе Так это вообще тогда изи Нам нужно где-то найти 8 пороха Как вы понимаете, у меня нету Хотя я на самом деле не особо уверен, что нету Но, как видите, именно вот здесь нету Здесь, тем более, у меня нету никакого пороха Ооо, ну зато здесь есть, смотрите, 4 пороха Нам осталось еще 4 найти Ооо, боже мой Надо убить как минимум, наверное, 2х криперов, чтобы это выбить Мини-карта, как вы понимаете, у меня больше не показывает никаких криперов Поэтому мне нужно сделать так Либо дождаться ночи Либо пойти в ад Потому что в аду всегда есть гасты И мы легко можем выбить немножечко пороха Но проблема в том, что нам надо будет убивать луком А на луке-то нет никакой добычи Поэтому придется убить где-то 3-4 гастов Ооо, жопа Так, когда там ночь? Ночь, ночь, ночь Ооо, ночь еще где-то через 5 минут реального времени Я не хочу ждать, поэтому иду в ад Ооо, 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 поаккуратней, скелетонища Ты что, офигел что ли? Только телепортировался, он сразу меня стреляет Откуда ты вообще взялся? Фух Так, ладно, шейдеры сразу же вырубаем Потому что они немного слепят глазки Мда И идем искать гастов Как вы понимаете, здесь снова у нас нет никакой мини-карты Тогда я снова нажимаю на паузу, ищу хотя бы двух гастов Убиваю, получаю порох и радуюсь жизни Раз, два, три А на самом деле в жопу этих гастов Я все-таки немного подождал Как видите, сейчас ночь И прямо сейчас мне нужно просто взять наш топор собирателей черепов на добычу 3 И искать криперов Подождите, там что, крипер, крипер, крипер? Нету, крипер, окей То есть я сейчас лучше реально поищу криперов Потому что я смог найти всего лишь один порох Вот, все, один порох Вау, за 5 минут, зашибись просто Так, здравствуйте, мистер скелет Вы мне как-то не особо улыбаетесь Идите-ка в жопу, пожалуйста Мне нужно найти крипера Если у вас нету никакой информации о криперах Пожалуйста, не лезьте ко мне Ага, спасибо Так, ну на самом деле я зашел уже довольно-таки далеко Пешочком и... О, о, три крипера подряд Зашибись, зашибись Так Чуваки, вы видели, что сейчас выпало? Сейчас покажу, сейчас покажу Не переключайтесь Еще выпало! Чуваки, смотрите, что выпало Смотрите, голова крипера Голова, мать его, крипера Серьезно? Я же ее надеть могу Нихренасе, крутой батя У вас странное урчание в животе Таумария Да плевать на эту Таумарию Вы видите, каким крутым я стал? Я сейчас взорвусь от крутости Так, ладно Голова крипера, иди-ка ты в жопу Нет, хотя не иди Я тебя могу пойти изучить, да? Так, вообще на самом деле здесь очень темно Давайте подойдем к этим факелам И вот что я сейчас собираюсь делать Взять таумометр, благо он у меня есть И изучить эту голову Ооо, не... Ира есть! Ира, Ира, там Ира Ира, 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 Ира Это очень круто, потому что Мы ради чего все это делаем-то? Мы как раз-таки ради Иры все и делаем Так, ладно, получается у нас есть 10 пороха Очень много гнилой плоти А нам нужна всего лишь одна И сейчас я на счет раз, два, три Магическим образом появляюсь дома И начинаем крафтить и досоздавать Ээээ... Не знаю, как ее назвать Мободробилку, да Раз, два, три Аааа, я даун дегенерат Что я наделал? Что я... Нееет! Нееет, не взрывай! Ну что ты делаешь? Нет, это не увенчалось успехом Ни капельки Ни капельки не увенчалось успехом Это самая дурацкая идея Господи, тут заспавнится сейчас еще один крипер А я даже не готов Так, о боже Боже, дурацкая идея Очень дурацкая Они мне здесь все хреном взорвали Так, надо тогда вот делать хотя бы так Быстро, просто быстро дверь восстановить Че делать, че делать, че делать Дерево есть? Привет, крипер, пока, крипер Извини, я сейчас немного не в духе с тобой разговаривать Так, вот таким вот образом все это восстанавливаем Наверное, здесь должна стена быть Да Здравствуйте, мистер и скелет Я не хочу с вами разговаривать Мне сейчас нужно немного досок взять Так, и куда это все надо поставить? Господи, во-первых, нужно здесь сделать темноту Потому что, ну, как-никак, начнется день И они перестанут спавниться А мне не нужно, чтобы криперы перестали спавниться Поэтому крыша Это просто залог успеха Главное, как вы понимаете, сейчас следить, чтобы крипер не появился Потому что, если сейчас тут крипер снова взорвется Это будет не круто И здесь остался всего лишь один спавнер Матьтереза, ну почему я такой тупой? Почему я не мог делать все нормально? Почему у меня сразу же на первой секунде появился крипер И все нахрен взорвал? Почему я такой неуклюжий? Ну почему? Боже мой, почему я себя спрашиваю? И опять же, почему я почемучкаю? Странно, прямо сейчас этот спа... ААААААААААА НЕТ! А ну его в жопу эту долбаную иру, вплевать я хотел на этот дурацкий гнев, в жопу, в жопу, в жопу, и ещё раз, знаете что, в жопу, я придумал немного другой план, я создам себе нормальный спавнер, который, не знаю, будет быстро спавнить этих долбанных криперов, и самое главное, я их поставлю так, чтобы они умирали, ну, сами от себя, от падения, И что я сделаю? Я сделаю, как я уже сказал, нормальный спавнер, который называется клетка гнева, ой, ну у меня сейчас такой дикий гнев от всей этой жопы со взрывами, ооо, как у меня бомбит, я этим займусь лучше как-нибудь потом, дайте мне сейчас что-нибудь простенькое, так, хамелеоновые инструменты, да-да-да-да-да, привет, кстати, по поводу хамелеоновых инструментов, я же ещё в начале серии хотел вот что сделать, так, мы сейчас берём этот меч, кладём, подождите, меч, да, я сказал меч, кладём сюда, и... Что? Мы гнев можем прям здесь получить? Что? То есть я сейчас всё это время делал то, что мог и не делать? Вы чё меня троллите, да? Почему я такой тупой, боже? Всё, пять гнева, далее берём остроту, накладываем-то просто обязательно, восстановление, вампиризм, наверное, тоже стоит наложить, господи, мы ж крутые, у нас дохрена эссенции, и, конечно же, добыча. охренеть вот это меч получится так надеюсь то что всех вот этих эссенций будет достаточно и what the hell снова все пропало так я сказал добыча далее вампири не-не-не-не-не-не-не-не-не нет стой не зачаровывайся придурок что ты делаешь я тебя ненавижу ой как у меня немножко бомбит ну в итоге мы получили какой-то дурацкий хамелеоновый меч с добычей 3 сейчас я немного успокоюсь раз-два-три так с помощью ткани поглощения заклинания короче убираю все это зачарование и сколько у меня эссенции интересно осталось в палочке по моему на вот это вот добычу мне сейчас ушло очень много эссенций ну кась на кась да было 200 ой ну в смысле на 200 и гниса больше было 800 осталось 660 что это такое вы ощущаете странный голод странный голод 5 минут не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не спасибо мы сейчас гнилую плоть поедим и этот странный голод уйдет так все я поел мои любимой плоти и как вы видите я готов на этот раз я прям дига готов потому что у меня вот как обычно есть эссенции да я могу нажать я сейчас на начало зачарований и начинаем давай о да замечательно скоро мы получим просто замечательный супер-пупер меч уху о боже как же долго это все зачаровывается целая минута по моему уже прошла и а уеха миллионовый меч сколько урона 19 и 5 нифига себе подождите а у этого 13 и 25 и 19 и 5 13-25 тут еще и вампиризм ема хамелеоновый меч ты мне нравишься так я хочу проверить на каком-нибудь монстре так подожди а есть я вот нажму об все да о пропали все аспект смотрите абсолютно все пропало вот нету ничего больше мы нажимаем снова оп и снова ничего нет а потом нажимаем еще раз оп и все снова появилось таким образом мы можем зачаровать свой хамелеоновый меч на целых три разных не знаю зачаровывания ну то есть три типа разных зачаровываний вот так вот даже бы сказал о как мне повезло вы только посмотрите просто разодетый скелет прям в железную броню нифига себе а ты откуда такой модный взялся-то ну-ка слушай скелет это ты погоди немного я поем просто я кушать немножко хочу ага курятин смотри как я его сейчас унижу смотри 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 я еще и самое главное восполню себе хп шки давайте вот просто посмотрим я полностью ой нифига я весь утыканы уже я хочу полностью сейчас броню снять и вот у меня будет мало хп да насколько будет хорошо действовать вампиризм у меня вопрос так например я выкину тростник я не знаю что мне выкинуть я в принципе ничего не могу выкинуть вот дверь мне точно не понадобится теперь и вот у меня нету брони я такой спокойненько иду на скелета он вроде на меня нападает он полностью разодетый у меня есть только супер-пупер меч и что и что вот он меня бьет я такой еле-еле до него пытаюсь дойти не получается но вот я все-таки дошел и тыс 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 неплохо по крайней мере мы восстановили все хп шки так мы били его по 8 урона а теперь проверим на обычном скелете и ну да вот как-то так неплохо и ведь самое главное это был даже не критический удар блин все скелеты на самом деле здесь какие-то полумертвые смотрите ну как полумертвые они конечно уже мертвые но я имею ввиду то что у них хп мало дроп уйди сколько я ударил вот просто критикал был критикал но я не знаю сколько я ударил так ладно в любом случае надеваем полностью броню и божечки мой какой же я красавчика весь утыканый баганый лаганый сойдет мне нравится ну собственно неплохо мы так протестировали наш хамелеоновый меч я думаю то что это действительно крутая вещичка и собственно наш топор то полностью восстановился нифига себе да он восстановился я думал то что не будет этого делать но он встал он смог он молодец да мы сделали себе этот хамелеоновый меч ну то есть мы его сделали еще в прошлой части да 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 но зачаровали мы его так неплохо правда правда ну подтвердите что это правда в комментариях ну ладно не делайте этого шучу ну и собственно я заканчиваю на этом серию надеюсь то что она вам понравилась надеюсь то что вы рады такой находки как и миллионовый меч который может менять типы зачаровывание я опять же не знаю как это толком назвать но в общем то я думаю то что вы меня поняли это реально крутая находка недаром я установил апокрифы и что же спасибо огромное за просмотр и если вы здесь впервые то можете подписаться на канал поставить лайк позвать друзей а с вами был ложка и апокрифы и хамелеоновый меч всем удачи всем пока 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 а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok